Рады приветствовать вас на канале Geysit.com. Линейка NVIDIA Pascal огорчила всех любителей SLS-связок из среднепроизводительных видеокарт, поскольку теперь эта технология доступна лишь для моделей серии GTX 1070 и 1080. Но есть ли вообще смысл её использовать в современных играх? Давайте проверим на примере пары GTX 1070 в разрешении Quad HD. Достать две идентичные GTX 1070 весьма проблематично, но этого и не требуется, поскольку в связке отлично будут работать модели от разных производителей. В нашем случае использовались Inno 3D iChill GeForce GTX 1070 Hercules X3 и MSI GeForce GTX 1070 Gaming X8G. Частоты их графических процессоров мы решили уравнять в автоматическом режиме с помощью соответствующей опции в MSI AutoBurner. А вот видеопамять работала на немножко разных скоростях. Дополнительно хочется выделить ещё два момента. Во-первых, ведущую видеокарту в первом слоте мониторинг отображает как GPU 2, а вторую – как GPU 1. Поэтому не удивляйтесь, если загрузка GPU 2 будет выше. Во-вторых, мониторинг видеопамяти работал некорректно, показывая либо заниженные, либо вовсе неадекватные значения. Поэтому просто не обращайте на него внимания. В этот раз тестирование проводилось на 24-дюймовом игровом мониторе AOC G2460 VQ6. Он отличается быстрой матрицей со скоростью реакции 1 мс и поддержкой технологии AMD FreeSync, которая устраняет разрывы и зависания изображения. Широкий набор видеоинтерфейсов позволяет одновременно выводить на экран информацию с различных устройств, а благодаря технологии AOC Anti-Blue Light снижается нагрузка на глаза и повышается комфорт при использовании. А теперь переходим к самому тестированию. По традиции начнем с Dying Light, которая без проблем стартовала на ультра настройках качества. Никаких проблем со стабильностью прохождения или отзывчивостью управления не было. Мы получили очень комфортный FPS на уровне 80-100 кадров при неполной загрузке обеих видеокарт. Одна GTX 1070 в аналогичном режиме способна выдать 50-70 кадров в секунду. А вот поклонников GTA V ждет неприятный сюрприз. Никакого бонуса от SLI-связки они не получат. Как и при недавнем тестировании одной GTX 1070 с высокими настройками графики и двукратным сглаживанием MSAA, игра выдавала около 40-60 кадров в секунду в городе. Существенная разница заключается лишь в том, что обе видеокарты были загружены на 50-60%, вместо 100% в случае с одним ускорителем. Процессор также работает ориентировочно на 50%, поэтому винить его в сложившейся ситуации нельзя. Налицо отсутствие оптимизации под Nvidia SLI. Имея на руках пару видеокарт серии GTX 1070, погружаться в фэнтезийный мир третьего Ведьмака в Quad HD разрешении следует исключительно с запредельным пресетом настроек графики и высоким профилем постобработки. Графические адаптеры загружены на 80-90%, выдавая 60-80 фпс. Для сравнения, одна GTX 1070 в аналогичном режиме обеспечивает 50-60 кадров в секунду. То есть прирост ориентировочно достигает 60%. Из фэнтезийного мира переходим в фантастический постапокалиптический. Для Fallout 4 выбраны ультравысокие настройки, включая обработку физики. И уже по распределению нагрузки между видеокартами, ориентировочной по 50%, можно судить об отсутствии преимущества SLI-связки. Две видеокарты GTX 1070 выдавали около 45-90 кадров в секунду. В то время как одна GTX 1070 от 55 до 100. Конечно, многое зависит от насыщенности самой сцены, поэтому говорить о тотальном преимуществе одной GTX 1070 было бы некорректно. Но нельзя рассчитывать и на какой-либо прирост от SLI-связки в этом проекте. При неоднократном тестировании Dark Souls 3 сложилось впечатление, что в игре используется жёсткое ограничение в 60 FPS. Хотя параметра вертикальной синхронизации в настройках мы не заметили. В любом случае, именно в районе 60 кадров в секунду держалась скорость геймплея. Видеокарты были загружены ориентировочно на 50%, а процессор на 30%. Arma 3 не оптимизирована под SLI даже на уровне драйвера, поэтому её движок использует две видеокарты для снижения общего уровня загрузки, но не для повышения FPS. То есть, как и в случае с одной GTX 1070 при ультравысоких настройках качества, мы получили ориентировочно 50-60 кадров в секунду. Этого достаточно для комфортного игрового процесса, но не оправдывает покупку второго видеоускорителя. Весьма любопытная ситуация получилась в Rainbow Six Siege. При выключенной вертикальной синхронизации частота кадров стабильно держалась на уровне 60 FPS. Если вспомнить результаты теста одной GTX 1070 при тех же ультра настройках, то там было до 130 кадров на улице и до 110 в помещении. Возможно, это какая-то особенность работы SLI-связки именно в этом проекте. Интересно, что в The Division, разработкой и издательством которой также занималась Ubisoft, очень хорошо реализована эта технология. Видеокарты задействованы практически на полную мощь, и они выдают около 70-80 FPS на улице и более 90 кадров в помещении. В своё время одной GTX 1070 покорилась планка в 50-60 кадров, то есть прирост достаточно существенный. Порадовала Assassin's Creed Syndicate, отличной оптимизацией под связку из двух видеокарт, которые при этом были загружены почти на максимум. Зато теперь вносить хаос на улицы Лондона викторианской эпохи можно при 50-60 кадров в секунду, что практически в два раза выше, чем показатели одной GTX 1070. Возможно, Ubisoft следовала в рекомендованных требованиях указать связку NVIDIA SLI, как обязательную для комфортного геймплея. Nixie Software, которая занималась портированием консольной Rise of the Tomb Raider на ПК, не обеспечила полноценную оптимизацию под SLI. То ли это было проблематично, то ли не хватало ресурсов или желания. Но в любом случае можно рассчитывать лишь на 60-70% загрузки обеих видеокарт. Поэтому в итоге получили около 60-70 FPS. В свою очередь от процессора потребовалась лишь треть его вычислительной мощности, поэтому нельзя винить его в сложившейся ситуации. Hitman, как и Arma 3, не оптимизированы под SLI на уровне драйвера, в чём можно убедиться на официальной страничке этой технологии. Поэтому движок попросту распределяет загрузку между видеокартами. Но он не умеет задействовать их общую вычислительную мощь для поднятия уровня FPS, который составил порядка 70-90 кадров в секунду. Интересная ситуация получилась с Doom, которую мы запустили в режиме OpenGL. Во-первых, всё ещё отсутствует и уже вряд ли появится поддержка SLI-связок на уровне драйвера. Хотя работа этой технологии возможна с API OpenGL 1.4 и более поздних версий. Во-вторых, MSI AutoBurner не удалось синхронизировать частоты графических процессоров. В итоге две видеокарты справляются даже хуже, чем одна. 60-70 против 90-110 FPS. Одним словом, думаю SLI противопоказан. Deus Ex Mankind Divided очень требовательная графической подсистеме. И поддержка SLI была бы весьма кстати. Но её здесь нет, даже на уровне драйвера. Поэтому ни о каком приросте говорить не приходится. На ультра высоких настройках графики с двумя или одной GTX 1070 получаем минимально необходимые 30-40 кадров в секунду. Но если одна видеокарта будет нагружена под завязку, то два адаптера работают на 60-70% от своей номинальной мощности. Updaction оказалась одной из самых честных из всех рассмотренных игр. Поддержки технологии SLI в ней нет. Поэтому она практически по максимуму нагрузила лишь ведущую видеокарту. В то время как ведомая бездействует. Соответственно нет и прироста в производительности. Все те же 40-80 кадров в секунду в зависимости от сцены и количества объектов в кадре. Благодаря тесному сотрудничеству разработчиков Shadow Warrior 2 с NVIDIA игра получила отличную реализацию технологии SLI. Частота кадров при ультра настройках графики возросла с 60-80 фпс при одной видеокарте до 140-160 фпс при двух. Конечно многое зависит от сцены и количества объектов в кадре. Но в целом такую реализацию можно считать образцовой и ставить ее в пример другим разработчикам. В третьих казаках повторилась ситуация с Updaction. То есть отсутствие поддержки NVIDIA SLI и загрузка лишь одной видеокарты. Однако расстраиваться по этому поводу вовсе нет смысла. Поскольку даже одна GTX 1070 работает на 50-60%. Обеспечивая скорость на уровне 80-90 кадров в секунду. Поэтому мотивы разработчиков понятны. Зачем реализовывать поддержку двух видеокарт, если и на одной все может прекрасно работать. Если же вы являетесь поклонником Evolve Stage 2, то от двух видеокарт можно получить хороший бонус производительности. По сравнению с одним адаптером скорость повышается с 70-90 до 90-140 фпс. Хотя далеко не всегда мы получали высокую загрузку обеих видеокарт и максимальные показатели. Чаще они находились на уровне 90-100 кадров в секунду. Другое дело, что даже одной GTX 1070 достаточно для комфортного фреймрейта в разрешении Quad HD. При запуске Paragon опять возникли проблемы с технологией NVIDIA DSR. Разрешение экрана можно было повысить до Quad HD, а вот рендеринг система осуществляла лишь при Full HD. К тому же технология SLI и в этом случае не реализована на уровне драйвера. Поэтому лишь одна GTX 1070 была загружена ориентировочно на 70% и выдавала 60-70 кадров в секунду. Вторая видеокарта попросту простаивала. Rust не позволяет отображать мониторинг сторонних утилит. И нам сложно судить об эффективности загрузки видеокарт. Но поскольку она отсутствует в списке игр с поддержкой NVIDIA SLI, то никакого смысла в установке второго видеоускорителя нет. Уровень FPS достигал 70-80 кадров в секунду. Поэтому играть было вполне комфортно. Завершая тестовую сессию MMO-FPS с Урвариум, которая также не оптимизирована под технологию NVIDIA SLI и даже не использует вторую видеокарту. Поэтому никакого отличия от ранее полученных результатов нет. Можете смело рассчитывать на минимум 60 кадров в секунду при ультра высоких настройках графики. Итого 11 из 20 рассмотренных игр обладают поддержкой NVIDIA SLI на уровне драйвера. Но лишь в 6 из них можно наблюдать хороший прирост производительности. Поддержка SLI пока отсутствует даже в таких новинках как Battlefield 1 и Call of Duty Infinite Warfare. Поэтому на наш взгляд лучше сразу присматриваться к более мощным комплектующим, поскольку шанс получить хороший прирост от SLI достаточно низкий. На этом всё, спасибо за внимание. С нетерпением ждём ваших комментариев, впечатлениями и надеемся на лайки и репосты. Оставайтесь с нами, всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok